Федеральный институт промышленной собственности опубликовал в своем реестре патент на промышленный образец легкового автомобиля. Судя по приложенным изображениям, Автоваз зарегистрировал концепт-кар Lada Vision 4x4, дебютировавший прошлой осенью на московском автосалоне. Указано, что заявку подавали еще в октябре, а среди авторов машины ожидаемо значатся Стив Маттин и Жульен Друар. Регистрация проекта как промышленного образца, конечно, не означает, что в серию машины пойдет именно в таком виде. Это нужно скорее для защиты прав на интеллектуальную собственность. Впрочем, новое поколение Нивы или Lada 4x4 однозначно унаследует многие черты концепта. Например, двухэтажную переднюю оптику или форму задней стойки кузова с характерными прорезями. Готовую машину мы увидим года через два, о технике ничего официально не заявлено. Но можно предположить, что автомобиль построят на платформе B0. Точнее, на ее модернизированном варианте, который дебютирует на кроссовере Renault Arkana. Вслед за Daimler от V-образных шестицилиндровых моторов постепенно отказывается и компания Jaguar Land Rover. Так, новое модульное семейство двигателей Ingenium начиналось с рядных четверок, а в этом году пополнилось и рядной шестеркой объемом 3 литра. Помимо турбокомпресса, у мотора есть электронаддув и стартер-генератор, которые работают от 48-вольтовой сети. Этот двигатель впервые установили на Range Rover Sport, а теперь пришла очередь и флагманского Range Rover. Отдача 400 лошадиных сил и 550 ньютон-метров. Восьмиступенчатый автомат помогает кроссоверу разогнаться до 100 км в час за 6,3 секунды. Максимальная скорость – 225 км в час. Заметим, что это первый бензиновый шестицилиндровый мотор для нынешнего поколения Range Rover. Заметим, что это первый бензиновый шестер. Реактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...